Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео мне хотелось бы вас познакомить с одной очень, на мой взгляд, интересной схемой. Она называется «Схема движения эмоций в семье». Сейчас, перед тем, как я начну, хочу маленькую предысторию. Познакомил меня с этой схемой Сатья Дас. Это его монашеское имя. Так он называется. Гражданское его имя и фамилия это Сергей Яковлев. Вот. В свое время я очень увлекся его семинарами. Он приезжал в Харьков, и я посещал его семинары вживую. И этот человек, как раз он тогда начинал свою деятельность в эти годы, был первым, кому я прикоснулся касательно знаний психологии, семейной психологии. И потом дальше я уже, конечно, начал двигаться, развиваться. Потом было изучение гештальт-подхода. Ну вот все началось именно с Сатьи, за что я ему очень благодарен. Я с ним сразу подружился в ВКонтакте. Тогда он еще всех, ну не всех, ну принимал, так сказать, в друзья. И это было легко к нему попасть в друзья. Ну вот. Ну и однажды я услышал у него эту схему. Схема мне эта очень понравилась. А на данный момент я хочу вам поделиться этой схемой и поделиться своими уточнениями этой схемы. Итак, поехали. Как давал эту схему Сатьи? Значит, схема движения эмоций в семье достаточно простая. И нужна она для того, чтобы мы с вами все, как родители, понимали, как вообще оно все должно быть устроено в семье. Значит, ребенок передает свои эмоции маме, вот здесь вот мама, а мама передает свои эмоции папе. Вот такая простая схема. Теперь нарисуем стрелочки. Вопрос, куда девает свои эмоции папа? Ведь папе тоже надо куда-то девать. В данном случае папа выступает у нас что-то вроде как конечной инстанции. Он выступает каким-то таким, что ли, психологом семейным, который все ему доходит и все на нем останавливается. Ну и папа у нас, конечно, все это дело передает, ну, например, духовному наставнику. Он идет к нему, советуется с ним, говорит, как у него дела, и получает какую-то помощь и поддержку. Ну, вот такая вот схема. Значит, чем эта схема интересна? Прежде чем я начну ее как-то дополнять и говорить свои мысли по этому поводу, мне важно сказать, чем она интересна. Она интересна, во-первых, вот этими вот стрелками, прежде всего. Потому что здесь речь идет о том, что стрелки должны идти вот таким вот образом, вверх. То есть не должно быть вот так, вниз. На ребенка у нас не опускается ничего. Почему так? Так, казалось бы, ну, мама у нас может быть достаточно эмоциональной. И это часто встречается на моих семинарах. Встречаются мамы, которые говорят, слушайте, ну, я такая. Вот я такая. Я такая нервная, я такая вспыльчивая. Я такая, э-э-эй. И, конечно, ребенку моему достается. Вот что мама такая вот, что она возьмет из этой схемы? Разочарование? Вот она посмотрит, скажет, ну, окей, классно, конечно, вы придумали. Ребенок отдает негативные эмоции мне, я отдаю мужу. Ха! Интересно, конечно. У меня муж тюфяк. Ему не отдашь эмоции. Вообще, я зарабатываю в семье. Я веду хозяйство. Я финансовое обеспечение. Финансовым обеспечением занимаюсь я. И все. И что? Поэтому у меня схема совсем другая. Я на верхушке всем раздаю. Вот от меня так стрелки вниз идут. От меня все получают. Но также от меня все получают и благо, например. Которые всем нужны и без которых мы никуда сегодня. А тут такая вот схема у вас красивая. Она совсем ни черта не работает, например, в моей семье. Дело в том, что эта схема классическая, во-первых, в каком-то смысле. А во-вторых, она говорит о том, что вниз стрелочки не должны быть направлены. Вот. И поскольку эта схема классическая, вы понимаете, что схема подразумевает, что глава в семье папа. Ну и ребенок не должен получать негативные эмоции мамы и папы. Вопрос хороший здесь, наверное, почему ребенок не может получать. А если его родители такие? Ну вот такие, какие есть. Дело в том, что ребенок, когда формируется и растет, у него происходит строительство. Представьте, да, вот стройка. Строится дом. Вот построили первый этаж. И потом прилетела бомба. Часть первого этажа взорвалась. Начали строить второй этаж. А второй этаж построить уже непросто. Потому что первый у нас надломлен. Он не цельный. Ну и кое-как построили второй этаж. Что-то прилепили. Опять прилетел снаряд. Опять часть второго этажа разрушилась. Ну и так далее. Принцип, я думаю, вам понятен. Вот почему стрелки не должны быть направлены вниз. Вот почему на ребенка это все не должно спускаться. Ну тогда хороший вопрос. А куда это все тогда должно деваться? Что мы должны из этой схемы понять? Вынести? Какой результат? Какой остаток сухой мы отсюда берем? А вот такое, что ребенок действительно является тем самым элементом, который не должен получать эти негативные эмоции, но он может их отдавать. Потому как у него меньше знаний, как их вообще правильно контейнировать. Он не знает, как они называются. Он не знает, что с ними делать. И он не знает, как их перенаправлять. Он ничего об этом не знает. Вот это мы в каком-то смысле его должны обучить. Своим жизненным опытом, своими знаниями. Мама передает эмоции папе. Ну окей. Но сейчас это может выглядеть и не так. Мама может передавать свои эмоции, конечно же, и папе. Если в семье, только лишь если в семье принята такая позиция, что папа у нас глава семьи, он у нас сильная личность, он у нас действительно такой папа. Вот в том смысле, в котором я перед этим сказал. Тогда да. Но не только папе может все негативные эмоции прилетать. Негативные эмоции могут также уходить психологу, которому ходит мама и говорит. Слушайте, я такая нервная, я такая взбалмошная. Мне просто так все так бесит в этой жизни. Вот просто кошмар какой-то. И я готов иногда убить своего ребенка, разорвать его просто на части. Вот. Пожалуйста. Есть. Также папа, не обязательно он должен ходить к духовному наставнику, также папа может тоже ходить вот сюда. Он тоже может ходить к психологу и доверять ему свои проблемы. И действительно качественно получать изменения своего состояния и перевод на какие-то новые уровни и так далее. Все это можно делать с психологом, либо в том числе и с коучем. Ну и получается, что и ребенок, дело в том, что сейчас тоже в ряде случаев может попадать вот сюда, к психологу. Потому что мы знаем, что иногда у ребенка бывают такие состояния, которые мама не способна как-то принять и как-то помочь своему ребенку. Я имею в виду, например, те случаи, когда, не дай бог, в семье наблюдается, ну происходит утрата какого-то близкого родственника, которую ребенок очень переживает с трудом, и у него какая-то появляется такая депрессия. И действительно ему нужна помощь, ему нужна работа, ему нужна не только поддержка. И здесь мама просто не справляется. И тогда у нас есть психолог, вот, который и для мамы, и для папы, ну просто они, конечно, будут разные, и по-разному работать, с разными запросами. Но вот это все сейчас может уходить вот сюда. Поэтому вот эта классическая схема, она хоть и определенное уточнение должна иметь, на мой взгляд, вот сейчас такое, как я вам здесь объяснил. Но в то же время она имеет для меня все равно смысл и без этого уточнения. Потому что, ну знаете, при первом приближении к каким-то знаниям, что и как и должно быть, при обретении некой осознанности в своих отношениях семейных и детско-родительских, она, на мой взгляд, все равно помогает даже без такого моего уточнения. Но свое уточнение я даю для того, чтобы немножечко поднять этот вопрос, немножко вас просветить в этом отношении, и немножко вам добавить тоже осознанности, а что и как происходит у вас. Потому что, когда мы говорим, что мы хотим, чтобы наш ребенок был таким-то, мы хотим, чтобы он у нас был, ну, давайте так, уже такие продвинутые родители, осознанные, они так говорят, ну, ладно, окей, я понял, да, там, мои родительские программы не надо, чтобы он реализовывал, пусть он будет счастливым, пусть он найдет себя в этой жизни, пусть у него все будет окей с самореализацией, и вот эти вот пусть, и давайте, и вот бы, и как бы, это все классно, конечно, отлично, просто. Но дело в том, что если у нас допускается вот такая история, вот такая вот история, если у нас допускается, то ребенок просто-таки занят тем, чтобы выставить очень прочный щит, и очень много мыслей, и очень много энергии уходит у ребенка для того, чтобы этот щит удержать, чтобы этот щит смастерить, и чтобы это все как-то, чтобы как-то выжить, чтобы как-то протянуть, когда происходит вот такое движение. Поэтому вот эти стрелочки мы зачеркиваем и определяем как опасные. И вот, наверное, для разговора об этих стрелочках и для вот этого последнего, последней моей мысли, и нужно эту схему рассматривать и рисовать. Я очень хочу записать видео о предназначении ребенка, и прямо вот сейчас перед вами тут на камеру говорю, что я это обязательно сделаю, и об этом важно очень говорить, как это реализуется, на что это влияет. Ну вот один из фактов, которые я буду там повторять, это вот эта история. Когда у нас ребенок служит просто контейнером, в который сыпятся негативные эмоции мамы и папы. Вот это очень плохо влияет на самореализацию ребенка, на поиск себя в жизни, да, ну и так далее. Поэтому вот если вы избавите от вот этих вот двух стрелочек вашего ребенка, вы сделаете большое дело для него. Это будет серьезный вклад в его развитие, в его будущее. Вот об этом хотелось сегодня сказать вам. Спасибо за внимание, спасибо за просмотр. Если что-то непонятно или какие-то у вас вопросы, буду рад в комментариях им ответить на них. Всем до связи, пока.